Доброе утро, Светлана. Мы сегодня говорим на интересную тему. Обычно Светлана приходит и говорит нам либо о самообороне, либо о спортивных состязаниях, о боевых искусствах. А сегодня будет какая-то необыкновенная тема. Светлана, раскройте, пожалуйста, информацию. Тема не очень необыкновенная, а очень злободневная, мне кажется. Что психология сегодняшняя тема. Одна из моих специализаций, я как персональный тренер, я получила также тренинги на тему терапия поведения. И это мне очень помогает понять людей, почему и как они... Потому что мы все люди, и как бы определенные виды поведения можно предсказать. Ух ты, интересно. Да, и особенно в фитнесе, особенно в области здоровья и области самоконтроля, это очень важно. Мне кажется, что эта тема очень важна. Особенно для людей, которые пытаются сбросить лишний вес. И они, возможно, даже и успешны в этом вопросе, но очень часто, очень тяжело держаться в этой форме. Держать вес. Да, и почему люди, сидящие на диете, сначала худеют, но, как правило, через некоторое время потерянные килограммы возвращаются. А некоторые очень быстро. Знаете, я весной пробовала детокс. У нас здесь, ну, как обычно бывает в какой-нибудь организации, а здесь у нас на работе все девочки решили провести детокс и были на соках. Соковый такой детокс. Это не случайно, не Светлана Савина начала. Ну, она, конечно, нас вдохновила. Но было приложение на телефон, я даже купила соковыжималку. За неделю сбросила 6 паундов. На следующей неделе набрала обратно все ровно 6. Вот такая вот диета. А вот как держать? Это всё-таки психология, потому что ты как-то не ел всю неделю так активно, а хочется всё это наесть. А с другой стороны, нет, нужно как-то плавно выходить. Вот мы сегодня об этом и узнаем. Потому что похудеть-то можно, а вот удержать вес сложно. Ну, это очень комплексный вопрос насчёт похудения, насчёт самоконтроля для человека. У всех свои критерии. Я, например, хочу отметить, что здесь как бы я практикую когнитивную терапию поведения, которая и здесь много факторов, которые влияют на человеческое поведение, как окружающая среда, культура, семья, друзья, образование, биология. Например, можно каждый из этих факторов рассмотреть отдельно, как культура. Да, мы все выходим из Slavic Family, да, мы все семья, и я знаю, как мы едим. Именно все хлебосольные. Борщи, да, всё время очень много, всё отмечается с едой, всё естся с хлебом. Хлеб всему голова, каша мать наша. Мы знаем, углеводы впереди планеты всей. То есть это всё относится к части культуры поведения насчёт еды, насчёт понимания. Ну невкусно, кажется, всё остальное, понимаете, Светлана? Мы к этому привыкли, нам и так вкусно. Вот это другой из... Это и есть культура поведения, культура того, как мы понимаем. Потому что вкус — это один из факторов, который можно изменить. Так же, как и... То есть он приобретается, по сути, да. Мы просто с детства его приобрели, значит, его можно поменять. Например, для таиландцев, да, может быть, и жуки вкусные. И всё очень суперострое, кислоострое, вкусно. Да, и то есть у всех своя культура. Для нас это кажется какая-то гадость, невозможно есть. Когда я попробовала конфеты из Таиланда, сладко-перчёные, я не поняла вкус, а для них это классно. Да, и, например, окружающая среда тоже один из факторов, которая вот сейчас в Америке, я когда переехала в Америку около 10 лет назад, мне очень резали глаза все эти билборды из Макдональдса, с этими везде еда на каждом углу. Она стимулирует наше желание кушать, наш аппетит. Да, и вот у меня такое ощущение, что вот это какая-то как террористическая, да, террористический акт против людей, которые пытаются вести здоровую жизнь. Но для меня это не очень было тяжело препятствовать, потому что я как бы никогда, я не выросла на жареной картошке и этих бургерах, мне они не нужны, и они мне не кажутся вкусными. Да, но борщи мне кажутся вкусными, борщи я люблю. То есть семья, например, вот у меня американский муж, то есть мы как бы едим определенного вида еду, к которому он привык. Ну а борщ он полюбил? Нет. Нет? Это вот вареная свекла, которую они не понимают. Я не знаю, он ест то, что я готовлю, но как бы он окей, если я не готовлю тоже. Неплохо. Так что я сделаю салаты и все, все нормально. Это плюс американского мужа, да. А так нужно первое, второе, третье компот обычно. Да. Нет, это семья очень большой фактор, и если человек пытается похудеть и при этом не задействует людей, которые он живет, с которыми он живет, которые его любят, которые он любит, то будет очень тяжело. Обычно я советую, что если оба человека хотят что-то изменить в своей внешности или в своем здоровье, очень хорошо, чтобы вся семья взяться вместе за это. Да, это дело. Потому что уже и не будет этих залежей конфет, и нечаянно жена не купит печенье, если муж на диете. То есть и наоборот, конечно. Ну, также есть такой фактор, как друзья, которые зовут на пиво, на барбекю. Это точно. Да, то есть... Вот когда собираются люди вместе, они занимаются биологическим процессом. По сути, прием пищи — это биологический процесс. И только, по сути, именно прием пищи, ну или питье воды, водопой, он нас собирает вместе. Сплоча. А другие биологические процессы, которых масса в нашей жизни, мы не собираемся вместе. Вот таким большим количеством, согласитесь. А процессов очень много. Только пища. В зависимости от друзей. Я очень часто... Мне приходится говорить очень тяжелые вещи иногда. Например, когда человек серьезно страдает. Вот у меня был случай, когда женщина у нее очень на работе выставлены все вот эти конфеты, M&D, все. И она... Очень тяжело, когда ты привык... Очень тяжело. Привык... А если тебе еще в детстве этого не хватало всего? Ты пытаешься съесть то, что в детстве не доел? Да. И я просто посоветую заменить эти конфеты другими конфетами, которые она не любит. Это почему-то превратилось в какой-то большой бой, потому что у нее друзья. Они друзья, и на работе все работают, а вместе 8 часов в день вместе. Это друзья, это уже вторая семья. И я... Ей не нравятся вот эти конфеты сейфгард. Ментовые. Но это не конфеты, это так. Я говорю, ну замени M&D на сейфгард. Или... Ну, замени на то, что тебе... То, что ты есть, не будешь. То, что ты можешь контролировать. И получилось так, что это... Произошел такой конфликт, что никто не хотел, что все... Оказалось, что эти конфеты настолько важны в этом офисе. Важнее, чем дружба. Ну, нет. Она как бы проиграла этот бой. И эти конфеты так же и остались. Она так же их и ест. Победили. Да. И это очень печально, потому что это... Как бы какой-то культ уже для меня, мне кажется, что это всего лишь как бы конфеты. Ничто не должно над нами властвовать, конечно. Это мы же люди. Мы существа, обладающие свободной волей. Какие-то конфеты будут управлять моей жизнью, моим весом. Но, по сути, так и бывает. Мы в зависимости очень легко попадаем. Будь то от хлеба, будь то от зрелищ. Попадаем и всё. Ну, можно вернуться к нашей теме когнитивная терапия. И я хочу отметить большую пятёрку. Так называют, большая пятёрка как бы характеристик, основных характеристик для человека, которые можно дать человеку и понять, насколько он будет успешен в достижении своей цели. Допустим, достижение того же самого потери веса. Первое — это открытость к миру, то есть к новому опыту. Такие люди обычно очень любознательные, изобретательные. Открытость среди таких людей художники, очень как бы талантливые люди. И если начинаешь опрос по этому поводу людей, то обычно, если у тебя хобби, что-то связанное с искусством или музыкой, то это будут такие люди. И второе — это добросовестность. Ну, сразу понятно, что это люди обычно организованные, эффективные, стойкие. Им очень важно достижение именно цели. То есть это основной тренд, основной стержень человека. это единственное поведение, которое можно увидеть в человеке, и ты будешь знать, что этот человек именно достигнет того, чего он хочет. Экстраверты. Энергичные, подвижные, они социально очень активные. Обычно эти люди не страдают лишним весом. Экстраверты? Ну, я... Ну, очень лишним весом. Слишком лишним. Слишком большая масса. Нездоровым, я бы скажу. Я не разделяю людей по красоте. Я разделяю людей по... Полноте. По уровню... Нет. По уровню здоровья. О! То есть человек с лишним весом по определению имеет проблемы со здоровьем. Да, вместе с лишним весом приходит букет заболеваний. Это точно. Да. Четвертый тренд — соглашаемость человека. То есть мы все встречали таких людей, которым можно говорить сколько угодно, и человек будет гнуть свою линию. Да. И то есть если человек имеет вот эту соглашаемость, то уже можно определить, что да, он будет слушать, да, он будет делать, да, возможно, будет результат. Но... То есть все эти тренды, они не определяют одну личность. То есть все это может быть и в одном человеке. Просто что-то более выраженное, что-то нет. Преобладает, да? Да. Да. И пятый тренд — это невротичность. Я хочу отметить, что психологи и лайф-коучинг и различные другие люди как бы определяют эту часть, эту категорию людей как как бы негативную, то есть они нервны, неуверенны в себе, легко подвергаются негативным эмоциям. Но я хочу сказать, что они вот чувствительны. И большинство женщин являются невротиками. Это часть нашей эволюции. Это часть того, что мы постоянно беспокоимся, потому что нам защитить надо своих детей. Ну да. И нам надо как бы мужчины-охотники, они защищают, они активно дерутся. А женщины страдают невротизмом, потому что они чувствительны, и они услышат. Они услышат свою опасность. Окей. Это интересная тема. Давайте мы продолжим после короткого перерыва. Мы сейчас прервемся на выпуск рекламы. Оставайтесь с нами, пишите нам сообщения и мнения по этому поднятой тематике. И мы продолжаем нашу программу. Светлана Маккали в студии. «Красная удовольствия. Дилемма или гармония» наша передача. И мы готовы принимать ваши звонки или сообщения по поднятой тематике. Мы продолжаем. Да, мы сейчас говорили об одной из проблем, женских проблем. Как мы себя называем в нашем сознании. То есть я бы очень хотела... Мы очень называем себя «жирная». Да. Даже если очень стройная девушка, самая красивая девушка на свете начнёт говорить, что она жирная и некрасивая, она такой станет. Вот и всё. Серьёзно? Да. А некоторые говорят, что если думать, что ты стройная, что ты полный, то ты себя держишь в руках и лишнего не набираешь. По крайней мере, не ешь лишнего, ты же знаешь, что ты полный. Но на самом деле ты не полный. Но, в общем, такая игра с собственным сознанием. Это игра в одни ворота. Если ты... Это как бы называется негативный настрой. И как негатив никогда, как и любой вид насилия, всегда будет насилие против себя. Даже самое насилие. Какой выход? Нужно говорить, как героиня фильма «Я самая обаятельная и привлекательная». Серьёзно? Я этот фильм очень люблю. Но очень многие не видят то, что произошло с этой женщиной. Она, может быть... Она приняла себя такой, какой есть. Она приняла себя такой, какой есть, и она поняла, что она сама хочет в конце. Она поняла, что ей эти мужчины в её офисе просто не нужны, потому что они были ей неинтересны. Она поняла, что ей просто нравится играть в этот пинг-понг. Она поняла, что ей нравится вот этот мужчина, с которого она всё время была. Нужно просто понять, что вы на самом деле из себя представляете сами. И я хочу сказать, что если мы говорим сейчас о женщинах и важность комплиментов, вот комплименты — это не просто слова. Если мужчины нас сейчас слушают, обязательно говорите вашим женщинам хорошие слова, хорошие комплименты и такой она для вас и будет, такой она и станет. А знаете, есть такая поговорка, говорит человек, что он поросёнок, он захрюкает. То есть если говорить, что наоборот, ты моя принцесса, она такой станет. Ну давайте тогда всё вспомним здесь, что мы видели. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Вот, вот, вот. А правильно, а так же и есть, это же не всё, не дыма без огня. Всё же верно получается. Я хочу привести такой интересный эксперимент, будет интересно даже мужчинам послушать, потому что это идёт эксперимент с Корейской войной, который происходил между американцами, там был и Китай. и каким образом китайские власти перевели многих американцев на сторону коммунизма. Никто на них не давил, никто их не пытал, никто ничего. Всё было очень нежно и грамотно построено. То есть человека спрашивали, вы считаете, что Америка это совершенная страна. Совершенного в мире ничего нет. Да, и солдаты начинают говорить, ну нет, там такие проблемы, такие проблемы. И как бы каждый день с этим человеком развивали различные темы. И почему, можно было спросить, почему по его мнению эти Соединённые Штаты несовершенны. И потом просили этого человека написать очерк, что он думает. Никто на него не давил. После этого этот очерк брался и читался во всеуслышание по радио на эти, вокруг, в этом же самом, в этой тюрьме, где содержались военнопленные. Ну, мы так устроены, что мы никогда в жизни не... Это ведь было написано на его руку, это его мысли, то есть этого солдата. И мы так устроены, что да, он соглашался и он понимал, что в конце концов он провозгласил себя коммунистом. То есть, получается, посеяли идею, она проросла и дала свои плоды. Это управление людьми. в итоге в итоге военнопленный в таком понимании прослывший про коммунистов действительно становился коммунистом. И он, как бы, возвращаясь в Америку, он провозглашал, что да, коммунизм это хорошо, в Азии все хорошо, сейчас в Китае все замечательно, но в Америке, скорее всего, это не будет работать. Но при этом этот человек стойко, стойко отстаивал свои, свои, он до сих пор, он все время считал все это время, пока психологи как бы ему не объяснили метод работы, этот человек все время считал, что он прав, что он коммунист, что он сам пришел к этому. И это все управление самосознанием. То есть... Как это можно использовать в нашей жизни? Это просто, как мы себя начинаем называть, такими мы и становимся. Такие поступки мы совершаем, такой вид, такой выбор мы совершаем каждый день. То есть я очень часто советую людям выбирать при занятии, допустим, спортом или фитнесом. Я всегда хочу, чтобы человек выбрал то, что он любит, то, что он хочет делать, например, как... То, что ему нравится. Да, если ты любишь бегать, давай пробежим марафон, чтобы был... То есть назови себя бегуном, назови себя атлетом, и ты таким и будешь. То есть каждый раз, когда ты будешь в Макдональдсе, да, подумаешь, да, хорошо ли я буду бежать после вот этого супербольшой порции жареной картошки. То есть это как бы влияет на подсознание, если ты назовешь себя... Надо... То есть надо своё сознание и своё подсознание перетянуть на свою сторону. Ведь проблема же в этом и заключается, что люди худеют, да, они выглядят замечательно, но это... Но в своём подсознании они до сих пор себя видят как бы полными. Толстяками. Да, полными и не могут понять, почему всё это как бы весы, мы видим, цифры, но мы не думаем цифрами, это не человеческий мозг. Ну, потому и, в общем-то, случается, наверное, случай анорексии, когда худеть до нельзя. Случай анорексии, булимии, из-за больного переедания, это относится к eating disorders, не... Это психологическая проблема, которая должна... Поэтому не зря вы говорите сегодня о психологии питания. которая должна быть рассмотрена на профессиональном уровне, я считаю. Я могу выявить довольно вот эту проблему, но не имею права с ней работать. Я могу направить к специалисту. Да, это понятно, но вы сейчас очень-очень хорошо описали эту ситуацию, когда ты был полный, похудел, весы говорят, вроде бы вес, к которому ты стремился, но ты осознаёшь себя толстым человеком, потому ты продолжаешь худеть, и когда уже стоять на ногах не можешь, тогда кто-то обращается к специалисту. А на Алексея немножко другая проблема, немножко более сложная. Ещё сложнее. Сложнее тем, что человек в своём сознании может довести себя до такого, что еда не будет восприниматься организмом. Оторжением. Да, может быть полным отторжением, потому что еда будет восприниматься как враг. И человек может, это очень опасное, очень опасное заболевание, человек может дойти до буквально умереть от голода из кучи еды вокруг. Поэтому мы идём другим путём. Мы называем себя спортсменом, мы называем себя обаятельным, привлекательным. Самыми красивыми. Да, или красавцем, или самым красивым. и идём к своей цели. Да. Да. Вообще, если мы опять же возвращаемся, если человек, который обычно говорит негативно о себе, но при этом оставляет, ну как бы продолжает выглядеть худым, я начинаю сразу думать, каким образом этот человек достигает, если он называет себя так, например, как женщина, корова, корова там такое, да, она на самом деле как бы худая, и всё, всё там, я просто думаю, что случай булемии может быть. я сразу спрашиваю, как, в каком состоянии, зубы, болит ли часто горло, явление булемии, это когда человек имеет случаи переедания, очень ест много, неконтрольно, и потом это всё вырывает или принимает слабительные, или сидит часами на тренажёре каком-нибудь, например, как беговые дорожки. Да, я их не считала, это тоже булемийная наклонность, если ты что-то хорошо съел, сходил в Макдональдс, потом сразу в спортзал и три часа на беговой дорожке. Эти тонкости должны решать... Вообще странная ситуация, если честно. Эти тонкости должны решать психологи, но если у человека это идёт на регулярной основе, то есть он как бы переедает, потому что можно и сразу бежить на весь день в спортзал, но всё зависит от того, почему он бежит в спортзал, может там кто-то работает, кто ему нравится, он туда бежит. Понятно, мы здесь имеем в виду, если он хочет согнать это быстро, съел бесконтрольно, потерял контроль, съел гораздо больше дозволенного и потом есть желание, если ты не хочет вырвать это всё, как вы только сказали, слабительный принял, пойду в спортзал. Да, но обычно булемия это очень распространённая среди очень многих бодибилдеров. Серьёзно? Ух ты! Да. Так новость. Игра с едой, и игра с едой как при бодибилдинге очень серьёзная, допустим, на стадии усушки. Сушечка. И очень многие принимают слабительные и сразу говорят кофе, пей кофе, голливудская диета, кофе и сигареты. Я тоже такое слышала, я говорю, ужас какой, это же кофе и сигареты и сразу. Для меня это как бы сразу в больницу. Потому что мне уже плохо даже слышать об этом. но многие так и живут. Для некоторых это даже секрет стройности. Это секрет плохих зубов, плохих нервов. И позже букет некоторых заболеваний. Особенно печени. Печень это основа счастья и здоровья, я скажу. Что что желудок и печень принимают первый удар. Все, что вы делаете, включая даже курение. что дальше будем? Дальше давайте мы будем в общем-то подводить итоги относительно поднятой сегодня темы. Вы специалист. А, ну хорошо. Жду от вас информации. Ну хорошо, значит, я встречаю все как бы мы взрослые люди. если мы хотим какую-то информацию найти. Мы можем загрузить что-то из интернета, какие-то купить какой-то журнал или найти информации много сейчас. Это не проблема найти что-то. Но сама мотивация, самоконтроль это одна из основных проблем и одна из основных причин, которые люди как бы нанимают персональных тренеров или лайф коучинг или неважно кого. Я хочу сказать, если у вас нет денег на подобный сервис, найдите себе друга или подругу, найдите себе поддержку и делайте это вместе. Обязательно нужна такая вот боевая подруга или боевой друг в этом деле, в борьбе с самим собой. Ну вот по сути смотрите, персональный тренер, я считаю себя представителем области здоровья и заботы о людях. И вот что основная проблема это изолированность каждого человека, изолированность вот сейчас. Конечно, я могу, я обучаю, рассказываю, что делать, но проконтролировать и постоянно быть человеком вы не можете, это ясно. Да, и это не то, что даже контроль, это изолированность каждого человека в своих мыслях, что вот я такая и вот если я, допустим, похудею, все меня начнут любить, я слышу это всё время. Серьёзно? Почему-то, я не знаю, вот даже в рекламах, вот похудеем и у меня будет я сразу буду новая, новый человек, этого не произойдёт, вы будете просто стройнее, вы будете собой, вы будете тем же самым человеком. И это хорошо. Но рекламные вообще, маркетологи, они это используют. Купи этот шампунь, ну, видели эффект, помыла волосы, одна, идёт девушка, которая помыла волосы этим шампунем, и за ней просто шлейф ухажёров, а тут девушка на неё смотрит и думает, в чём же её секрет, вокруг меня никого, и тут она взяла этот шампунь и тоже помыла голову, и тоже у неё множество ухажёров. Но нет, на самом деле, это всё, вот эти вот волшебные таблетки, это не работает. Да, и это всё, это всё действительно просто маркетолог, маркетинговый трюк, и меня очень ужасают вот эти фразы, когда говорят, что вот сбрось 30, сколько там килограммов, я не знаю, и измени себя. А я хочу, я начинаю с того, что я не хочу, чтобы ты изменилась, если ты такой человек, какой есть, вот значит, как бы ты, как говорят на Украине, где родився, там и пригодився. Где ты есть, какой ты есть, значит, такой ты и нужен этой земле, Богу, нам всем. Просто сейчас нужно работать с другого конца, просто нужно сделать себя намного здоровее. А, пожалуйста, не надо меняться. Мне нравится ваша мотивация. Вы не едите с точки зрения внешнего облика и вот этого мнимого эталона красоты, а с точки зрения здоровья? Я была во многих, как я уже говорила, и была сама королева красоты, и была бодибилдингом, где только меня не носила. Такой идеи, как эталон красоты я вообще не воспринимаю, потому что каждый человек красив. Я еще не встречала реально, чтобы человек был некрасив внешне. Есть определенные виды поведения, которые я не могу воспринять. Они делают человека некрасивым, да? Да, но это не идет в внешность, это то, как человек сам себя воспринимает, опять же. А по сути красоты это совокупность вот этих всех вещей, это не внешность. Да, ты не помоешь голову шампунем, и сразу все тебя полюбят. Этого не произойдет. Нужно работать над собой, над своим сознанием, быть более открытым к людям, более воспринимать этот мир. И один из вот что я всех прошу, каждого клиента, с которым я работаю, я прошу заведить журнал. Журнал о том, что он ест, записывает все, что заходит в рот. Все. Абсолютно. очень часто мы даже не воспринимаем, что происходит, просто закидываем, вот на столе лежит яблоко, да, он хорошо погрызнет, и мы забыли. А мне нужно знать, что ты съел это яблоко. Тебе нужно знать, что ты съел это яблоко. То есть вот эту изолированность в каждом человеке, ты изолировал себя от этого мира, и не воспринимаешь, что ты вот сейчас ешь яблоко, да, то есть вот эту изолированность надо остановить и понять, что происходит, что ты сейчас ешь, и сколько ты ешь, и как ты ешь. И в этом же журнале я хочу знать, сколько ты пьешь воды, именно воды, а не соков, кофе, чай, настоящего. Все, вот соки, кофе, чай, кофе еще так себе, да, нормально, я не сильно ругаюсь, но когда идет дело насчет соков, соды, да, это все, это все, я сразу начинаю, это все нельзя, особенно соки как бы воспринимаются, да, даже самовыжатые, воспринимаются как здоровые, но это все дополнительные калории. То есть насчет фреша вы против? или прием пищи, хочешь фреш, откажись от ужина. Нет, я хочу просто, чтобы каждый человек понял, что соки это более концентрированные, те же самые, та же самая, та же самая еда, то есть вы выдавливаете сок из того же самого яблока, одно яблоко около 60 калорий, да, но для того, чтобы сделать стакан сока и что-то выпить, да, нужно использовать сколько яблок? 3-4, наверное. Больше 5-6, в зависимости от яблок. Вот тебе и прием пищи. То есть оно намного концентрированнее, и что, 6 умножить на 5, да, сколько мы калорий пьем в одном стакане, плюс мы выбрасываем вот этот файбер, который клетчатку, которая нужна для хорошего переваривания, то есть то, что нас наполняет вот этот именно файбер. Тогда сок может быть возможность себя побаловать. Это не самая вредная конфетка. Я, нет, я не говорю, что это самая вредная конфетка, я просто хочу, чтобы вы поняли, что изолируемость нашего сознания, насколько мы не воспринимаем, что мы сами делаем, насколько вот то же самое, есть то же самое яблоко и выпить стакан сока, может быть, даже и самовыжатого, и суперполезного. Разница всё-таки есть. И я пью соки, но я как воспринимаю это как что-то дополнительное, и это дополнительный приём пищи, то есть я туда добавляю и свекольный сок, и то есть как бы стараюсь быть немного хорошей тоже в этом плане. Для здоровья всё, я поняла. Мне очень нравится ваш подход впереди, значит, вообще главным приоритетом является не красота, не престиж, не успешность, не дань моде той же самой, а здоровье. Да. Здоровье во главе. Да, и в этом же самом журнале я хочу особенно отметить, серьёзно отметить то, что я хочу, я советую людям писать, как они себя ощущают. Чьё ощущение? Ощущение, ощущение счастья, ощущение того, допустим, кто-то приходит в спортзал, ура, я в спортзале, вот такие ощущения, я сейчас буду заниматься, мне так нравится. Победа уже, да. Да, но это обычные люди, которые не страдают лишним весом. Обычные люди, которые страдают лишним весом, я их вижу сразу, и сразу вот такие потуши взгляд, и смотрят, я, ой, все, и вот я спрашиваю очень многих клиентов, и они говорят, вот мне кажется, что все на меня смотрят, что все думают, что-то ты... Вот делать нечего людям в спортзале и разглядывать друг друга. А я серьезно говорю, серьезно думаю, что кто-то на тебя смотрит, кому-то ты нужна, особенно, особенно среди вот профессиональных бодибилдеров, никто ни на кого не смотрит, все смотрят только на себя. Я, я видела разные смешные ситуации, когда, когда пацаны смотрели на свои прессы, да, рассматривали, у кого круче, кто-то целовал свои битвы, серьезно, смотрит, о, муа, ау. Ай-яй-яй. Самолюбование, да, это весело. Я просто знаю, насколько это тяжело, насколько набрать вот эту мышечную массу. Ну да, они радуются, они победы праздную, пусть это и фанни, и смешно, но... Это да, это для... Это все как бы... Просто хочу сказать, что если вы заходите в тренажерный зал, не думайте, что до нас кто-то смотрит. На вас никто не смотрит. У всех, кто-то... разрушаетесь вы от этого, не порадуетесь, но истинно в том, что никто не смотрит, когда-то занимается собой. Ну да, и у каждого как бы свой персональный ад, в голове. Как это преследование называется? Если ты думаешь, что за собой кто-то следит. Я думаю, что это элементы из детства, когда... когда наши родители сравнивали нас, допустим, с тем мальчиком, который выиграл там что-то, и... И нам кажется, что все на нас смотрят какие-то... потому что... Не сравнивают с кем-то. Да. В школе не выиграл на детский. Как Зигмунд Фрейд сказал бы, скорее всего, да. Зигмунд Фрейд, он только так говорил. Но еще, может быть, это такой чрезмерный эгоизм, что весь мир крутится вокруг меня, и все вокруг на меня смотрят обязательно. Друзья, ну, каждый думает именно так. Вот используйте, используйте, да, этот вот свой эгоизм в свою пользу. Да, все на меня смотрят. Конечно. Эгоизм может быть полезным. Интересно. Это же... Это поинт. Это... Это же все и есть. Все и есть. Самоназвание. То есть, если вам кажется, что весь мир крутится вокруг вас, то почему не сделать это положительным? Да. Начните волонтерить для чего-то, и станьте... Сделайте так, чтобы... Сделайте так, чтобы весь мир действительно вокруг вас крутился, и покажите, насколько вы замечательны, и начните с самоназвания. Начните с того, что да, я замечательна, я красива, и делайте друг другу комплименты обязательно. То есть, можно называть себя как угодно, как бы, и даже положительно или отрицательно, но если вы думаете, что все люди вокруг вас просто сволочи, скорее всего, это не будет работать тоже. Итак, я думаю, пришло время подводить нам итоги уже половина одиннадцатого, хотя у нас есть еще время, Светлана. Если у вас есть еще время, мы с удовольствием эту беседу продолжим. Я где-то слышала фразу такую интересную, качество женщины определяется количеством ласкаемой поверхности. О! То есть, хорошего человека должно быть много? Да, вот это такая фраза, которая тоже часть культуры нашей. Я хочу сказать, что для меня эта фраза немножко выглядит омерзительной в какой-то степени, потому что есть вообще-то доля истины в этой фразе. Как? А вот так. Опять же, самоизолированность каждого человека. мы очень стали, мы голодные до прикосновений, обычных человеческих прикосновений. Очень часто люди просто чувствуют себя как будто они в таком вакууме. Так поэтому вот эти акции, свободные объятия, по городу люди стоят и готовы обнять людей бесплатно. Поэтому люди не соглашаются, чтобы чужие люди хотя бы обнимали. Дефицит прикосновений? Да, да. Ну, возможно, эти люди просто как бы не знают, что они на самом деле делают. Я, мое первое образование, это я имею бакалаврат в области инженерии. То есть я все смотрю со стороны цифр, со стороны науки, поэтому мне очень нужно объяснение. Некоторые люди просто инстинктивно понимают, что да, объятие — это хорошо. Да, потому что вот у меня два мальчика, они постоянно на мне висят буквально. И мне было просто интересно, почему вот детям настолько нужно тактильные вот эти ощущения. И вообще, когда вот нехватка вот этих тактильных ощущений, что может произойти? Накатывает необъяснимый страх, вот эти панические атаки, особенно у женщин, возникнет неопределенное беспокойство на ровном месте. То есть беспокойство о... самое печальное вот в этих неприятных ощущениях, боли и жалобы на здоровье, когда человек просто недомогает, но при этом врачи не могут найти причину. Это то, что человек не понимает о том, почему это происходит. как бы в нашей с вами культуре, да, славяне, мы не очень любим, когда люди на нас отрагиваются, да? Ну, есть. Вообще, говорят, что это народы разные. Северные народы любят, чтобы у них буферная зона побольше, нужно от них подальше стоять, а южные народы, они готовы впритык, впритык стоять, им комфортно. Да, есть такое, я согласна, мы не каждому позволим себя обнять. И не каждому даже улыбнёмся. Да, улыбка тоже не наша часть. Но даже, когда приезжаешь обратно в наши страны, я приезжала на Украину и пыталась людям улыбаться, люди воспринимают это как какой-то акт нападения. Все думают, что я что-то от них хочу. То есть, надо забыть о том, что это всё на самом деле. Ну, а здесь я слышала разные как бы возгласы, потому что я работала, разговаривала с одной женщиной, которая работала на линии предотвращения самоубийств, в которой люди звонят туда и говорят, всё, я не могу, я что-то сейчас с собой сделаю. И основная проблема этих людей, они обычно одиноки. а они обычно потерянные, они как бы никому не нужны, по их мнению. То есть, но ведь это же всё в наших руках. Конечно. Очень много нуждающихся людей, очень много нуждающихся организаций, которые хотят просто помощи, даже если у вас нет денег, можно просто физически прийти помочь с временем. да. И одно из элементов нашей культуры это работать бесплатно. Это как бы считается работа. Советский Союз, за Родину, коммунизм, а как? Наоборот, я была сама удивлена, что я когда разговаривала, очень много программ, которые я поддерживала, а тебе что, за это платят? Нет, мне за это не платят. Наоборот, мы без денег не готовы трудиться. мы без денег не работаем. а почему же так? А вот это я не знаю, потому что может у кого-то есть ответ. А как же стахановцы? Ну, это все Советский Союз, который потерян сейчас для нас. Хотя мы все-таки родом оттуда, но все-таки видимо уже мы изменились, нас материализм поглотил. Сейчас, да, сейчас на Украине большой большой как бы волна волонтеризма происходит из-за войны, из-за люди поддерживают друг друга как бы бесплатно, слава Богу. Но это как бы в мерных целях не происходит. То есть нужно как бы понять, что при стрессовых ситуациях, кстати, во время войны, во время Второй мировой войны был самый маленький процент депрессии и самоубийств. Как ни странно. Потому что все люди были заняты делом? Потому что страх смерти, реальный страх смерти для людей присутствовал. И была одна цель, один враг. И все против него боролись. А после войны уже началась большая война самоубийств, когда уже как бы выиграли это. Я говорю о России, я говорю о Советском Союзе. когда уже выиграли, когда мы как бы народ, который победил и живем так плохо и как бы очень трудно было выдержать людям. Поэтому сейчас этот феномен серьезно рассматривается со всем, что происходит в мире. Как помочь людям выжить свои эмоциональные переживания. То есть возвращаясь к нашей теме, я также хочу отметить, что дотрагивайтесь с хорошим смысле. В хорошем смысле, да. Друг к другу как бы обнимайте друг друга. хлопывание по плечу, рукопожатие, все это очень важно. Да, я помню, когда была еще как бы моложе, по телевизору показывали французские сериалы, и там люди... Ребята? Да, да, да. Ну, там еще были какие-то другие, и они почему-то все друг друга целовали, и неважно... в зависимости от пола. При встрече... Нет, друг друга, даже девочки друг друга целовали. Говорим, в зависимости от пола. да. То есть при встрече, при расставании всегда, когда угодно, да? Да, и мы... для нас было как-то так дико, я так... На нашем интерьере. Но я вообще-то не советую вам целовать всех подряд. Конечно, это же микроб. Это довольно... Да, можно подхватить гриппы, разные вещи, но обнять можно, то, что, как бы, показать хотя бы то, вот при депрессивных ситуациях, при депрессивных, как бы, ну, многие, как бы, страдали какими-то черными дырами в нашей жизни. Это не обязательно может быть депрессия, а просто плохое настроение, да, или нехватка сил. Простой просто если человека обнять в этой ситуации, он может возвратиться как бы в эту жизнь. То есть от изолируемости своей он возвращается и понимает, что этот человек, который только что меня обомнил, на самом деле реальный человек. То есть состояние, психологическое состояние настолько, может быть, уйдет в себя, и человек может не воспринимать, что все вокруг это настоящая реальность. это также синдром этих электронных игр, когда подростки не понимают, что настоящая реальность, начинают стрелять и убивают по-настоящему. То есть не отделяют игровую реальность от реальности, да? настоящий. Да, то есть я хочу, я хочу, основной итог сегодняшней программы, я считаю, что это то, что нужно понять, что то, что у вас в голове, это реальность на самом деле. И привести порядок, привести порядок своей мысли, привести в порядок то, что вы думаете о самом себе, это также важно, как и привести в порядок свою одежду и выглаженную рубашку. Почему-то для нас важнее выглядеть внешнее, чем внутреннее. Я хочу сказать, что это все должно быть со ними связано. Это точно. И я благодарю Светлану за такую глубокую программу. Эта программа у каждого заставляет, конечно, задуматься. Я благодарю всех радиослушателей, кто был с нами, кто нас слушал. Вот. И мы приглашаем вас оставаться с нами, поскольку еще впереди множество интересных программ. А вам, Светлана, я желаю хорошего дня. Спасибо большое вам также. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!